Вольторен в виде пластыря трансдермального представляет собой основу с нанесенным адгезивным слоем, содержащим диклофенак, который обладает выраженным анальгетическим и противовоспалительным свойством. Пластырь Вольторен обеспечивает противовоспалительное и анальгизирующее действие в месте аппликации, устраняет болевой синдром и уменьшает отечность, связанную с воспалительным процессом. Показания. Применяется при болях в спине, при воспалительных и дегенеративных заболеваниях позвоночника, радикулит, остеоартроз, люмбага, ишиос. При болях в суставах, в том числе суставы пальцев рук, коленные суставы. При ревнотоидном артрите, остеоартрозе. Применяется при болях в мышцах, вследствие растяжений, перенапряжений, ушибов, травм, воспалении и отечности мягких тканей и суставах, вследствие травм и при ревматических заболеваниях, тендовый генит, бурсит, поражение переартикулярных тканей. Способ применения и дозы. Применяют наружно, в виде аппликации на кожу. Взрослым и подросткам, старше 15 лет, пластыр Вольторен наклеивают на кожу над болезненной областью на 24 часа. В течение суток допускается применение только одного пластыря. При лечении повреждений мягких тканей, пластыр Вольторен применяют не более 14 дней, а при лечении заболеваний мышц и суставов не более 21 дня, если нет специальных рекомендаций врача. Если не наступает улучшение состояния спустя 7 дней и при ухудшении самочувствия, необходимо проконсультироваться с врачом. У пациентов пожилого возраста применяют аналогично способу применения и дозам для взрослых. Противопоказания. Склонность к возникновению приступов бронхиальной астмы, кожных высыпаний или острых ринитов при применении ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов. Третий триместр беременности. Грудное вскармливание. Детский возраст до 15 лет. Нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого наклеивания пластыря. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. С осторожностью. Печеночная порфирия. Обострение. Эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта. Тяжелые нарушения функций печени и почек. Хроническая сердечная недостаточность. Бронхиальная астма. Пожилой возраст. Применение при беременности и корлении грудью. Применение препарата у беременных не изучалось. Поэтому пластырь вольтарен не следует назначать при беременности. Особенно в третьем триместре. Из-за возможности понижения тонуса матки. Или преждевременного закрытия артериального протока плода. В экспериментальных исследованиях на животных не выявлено каких-либо прямых или косвенных негативных воздействий на беременность, роды, эмбриональное и постэмбриональное развитие. Особые указания. Пластырь вольтарен следует наклеивать только на неповрежденную кожу, избегая попадания на открытые раны. Не следует допускать попадания препарата на глаза и слизистые оболочки. При применении пластыря вольтарен в течение слишком длительного времени нельзя исключать возможности развития системных неблагоприятных реакций. При дополнительном применении других лекарственных форм диклофенака следует учитывать его количественное содержание в пластыре, чтобы не превысить максимальную суточную дозу диклофенака – 150 мг в сутки. Доклинические исследования показали безопасность применения препарата. Препарат не оказывает влияния на скорость психомоторных реакций при вождении и работе с механизмами. Побочные действия. Нежелательные реакции в основном характеризируются умеренно выраженными и проходящими кожными проявлениями в месте аппликации пластыря. Местные реакции. Часто – эритема, дерматиты, в том числе контактный дерматит. Симптомы – эритема, зуд, отечность обрабатываемого участка кожи, сыпь, папулы, визикулы, шелушение. Редко – булезный дерматит, очень редко – пустулезные высыпания. Системные реакции. Очень редко – генерализованная кожная сыпь, аллергические реакции, крапивница, гиперчувствительность, ангионевротический отек, приступы удушья, бронхоспастические реакции, реакции фотосенсибилизации. Лекарственное взаимодействие. Пластырь Вольторен может усиливать действия препаратов, вызывающих фотосенсибилизацию. Клинически значимого воздействия с другими лекарственными средствами не описано. Условия хранения и срок годности. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 градусов. Срок годности – 2 года.